Привет, друзья! Вы на канале Цветочный сад у Аленушки. Друзья, тема сегодняшнего видео посев ценарарий северистый на рассаду. Друзья, вот в таком контейнере я подготовила уже почву, наклеила картинку, которой мне пришли семена, сразу упакованы с интернет-магазина Соло. 10 штучек, но у меня находятся в тубе. Семена я высыпала на тарелочку. Они крупные, не мелкопыльные, поэтому их очень удобно будет раскладывать. Растение развивается довольно медленно, поэтому сильно откладывать такое мероприятие, как посев, не стоит. Но при этом, конечно, со сроками все же не спешите. Если вы не планируете, естественно, растение черенковать, тогда можно будет еще попозже немножечко посадить. Когда лучше сеять семена приморской или серебристой ценарарий на рассаду, определять вам самим, для чего вы это будете делать. Чтобы получить растение для черенкования, чтобы получить более компактный, побольше объемом растения, это решать вам самим. Однако, если у вас нет подсветок, нет, так как растение выращивается на свету и любит теплую температуру, хорошую температуру высокую и свет, поэтому не спешите тогда. Семена можно замочить в растворе стимулятора роста. Их много, такие как цирконы, пины и так далее. То всхожесть, конечно, улучшится. И вы в целом увидите от этого дружные, хорошие, жизнеспособные сеянцы. Но я для того, чтобы мои семена быстрее взошли, я использую, делаю вот такой вот раствор. На стакан воды я добавляю 10 капель фитоспорина и 1-2 капли энерген-аква, друзья. И вот такой раствор у меня получается. Ими я буду смачивать почву, раскладывать семена, и сверху также этим же раствором буду сверху опрыскивать, или также можно смочить сверху семена. Сажать семена можно в обычный универсальный грунт для рассада. Я покупала его в цветочном магазине и добавляла немножечко перлита. Можно приготовить грунт самим. Это как бы, как вы пожелаете сами. Можно добавить и песок, и вермикулит. Идеально подойдет, конечно, широкая, не очень глубокая для выращивания рассада плушка. Или стаканчик. Это может быть как специальный ящик для рассада, так и любой пищевой контейнер. Неважно, куда вы будете производить пассив. Главное, чтобы были у нас дренажные отверстия в любой таре, в любой емкости, которую вы будете производить. Дренажные отверстия. Это нам будет для того полезно, чтобы лишняя влага, у нас излишки влаги, выводились за счет этих отверстий. Если их нет, то необходимо, конечно, сделать их своими руками. Далее наполняем контейнер грунтом. Распределить почву нам нужно обязательно равномерно, чтобы не образовалась пустот, чтобы не образовалась неровности. Это я сделаю ложечкой. Вот так я приминаю, чтобы не было никаких пустот, чтобы наши семена не могли никуда провалиться, хорошо по поверхности лежали. Оставляем небольшое расстояние до краев, примерно 2-3 см. И обильно увлажняем этим раствором, моим раствором вот таким, увлажняем грунт для посева цинорария. Грунт должен быть влажным. И вот так распределяем равномерно. Это можно сделать из пульверизатора, это можно делать из плитцовки, как кому удобнее, друзья. Хорошо пролили грунт. Посев поверхностный будет у нас, друзья. Так как семена прорастают на свету. Хотя, конечно, некоторые из цветовода утверждают, что лучше заглублять, но все же разумнее не засыпать их почвой, я считаю. Из-за их маленького размера и легкости удобнее всего сеять семена вот при помощи вот такой зубочистки. Ее смочили немножко и семена при помощи зубочистки очень хорошо раскладываются по поверхности. Очень удобно их разложить. Можно, конечно, также и взять в руку и также распределить хорошо без зубочистки. Как кому удобнее. Кто как привык, тот и также раскладывает семена. 10 семян всего производитель у нас добавляет в тубу. Ну, можно заказывать и больше. Но я заказала 10 для того, чтобы я потом буду пробовать черенковать и при помощи черенков попробую немножечко побольше размножить растения. Далее, сверху мы можем опрыскать, опять же, этим раствором из пульверизатора или равномерно, также спринцовка, вот так равномерно, как бы смочить сверху. Температура после посева и до появления всходов будет где-то примерно 20-25 градусов тепла. Далее, когда уже появятся росточки, естественно, мы температуру будем снижать до 18-20 градусов. Сразу после посадки надо поставить нам эту емкость, сделать сверху тепличку, накрыть или пленкой, или стеклышком, сделать мини-такую тепличку и поставить для прорастания какой-нибудь самый солнечный и теплый подоконник и досвечивать лампами, фитолампами или светодиодными лампами, чтобы световой день был не менее 12 часов, друзья, потому что цинерарии очень, как бы, самая подходящая температура для прорастания и фактор для прорастания – это тепло и свет. Когда появятся первые всходы, нужно постепенно, в течение 3-4 дней, снять укровной материал, полив, смотреть, чтобы обязательно не допустить пересыхания почвы, так как семена поверхностные, чтобы не было пересыхания, иначе семена могут, мы можем погубить их за счет этого. Но и заливать водой, конечно, не стоит, так как это может сказаться чревато грибковыми заболеваниями. Поэтому поддерживать будем умеренную влажность грунта и будем наблюдать, в течение скольких дней у нас прорастут семена цинерария серебристой. Итак, друзья, все, что я вам хотела сегодня рассказать, рассказала. Посев цинерарии приморской серебристой можно уже производить. Главное – хорошие условия, тепло, свет, емкости, дренажные обязательно отверстия, рыхлый грунт с добавлением перлита или вермикулита. Посев семян я как бы рекомендую поверхностный и обязательно тепличку, друзья. Вот я проливала фитоспорин 10 капель на стакан воды и 1 каплю энергена для того, чтобы мои семена простимулировались и дружнее взошли, друзья. Ну вот и все. Если вам мои видео чем-то интересны, полезны, подписывайтесь на мой канал. Чтобы не пропустить дальнейшие мои видео, кликайте под видео на колокольчик. Вам хорошего настроения. До новых встреч на моем канале. Пока-пока. С вами была Аленушка.